Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстван и сейчас мы сделаем небольшое видео посвященное игре Мискриты ВКонтакте. Итак, кто такие Мискриты? Мискриты это магические существа, которых можно ловить, качать и собственно говоря на этом построена вся игра. Идея очень напоминает покемонов, если кто не в курсе, это прародительность всех подобных игр. Вышла довольно таки давно, разработана компанией Middendo и изначально была на платформе Game Boy. Это вот такая вот штучка маленькая и выглядела она примерно так. Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, а теперь вернемся к Мискритам. Итак, можно тут шуршать по всяким кустикам, камушкам в поисках Мискритов, с которыми можно подраться и которых можно поймать в свою коллекцию. Также можно в кустах взять всякие золотые монеты, серебро. Правда больше это похоже для меня на какой-то рулон туалетной бумаги. Есть золотые рулоны, есть серебряные. Что меня не радует, вот как видите, ошибка поиска. У меня довольно таки часто какие-то ошибки выходят. Может быть это чисто моя проблема, а возможно она встречается у многих, не знаю. Но все какие-то первоначальные меры я предпринял, обновил Adobe Flash Player, почистил куки, но ничего меня не спасло. Итак, попадается нам кустарница, она боится огня, но боюсь, что за один раз я ее не сожгу и мой флюс сгорит. Но тем не менее, я думаю, он даже если погибнет сейчас, то получит уровень. Нет, вот он убивает ее. Получает уровень и сейчас мы его прокачаем. Что ж, жмем продолжить. Какие особенности игры? Ну, во-первых, первых покемонов, да, можно качать, тренировать сейчас. Каждый уровень дает ему разные характеристики. Стихийная атака, физическая защита, стихийная защита, физическая атака, скорость и максимальное здоровье. Также каждый уровень можно за три рулона туалетной бумаги прокачать ему плюс один к характеристике. И я сначала этим занимался, а потом решил, что оно того не стоит. Ну, мало ли как, может быть, я этих покемонов со временем поменяю. Но давайте посчитаем. Три рулона на одну характеристику, да? Давайте сейчас я нажму продолжить, не буду его качать. Итак, он получает новый навык, путаница, сбивает врага с толку и он два хода может атаковать самого себя. Замечательно. Правда, шанс 50 на 50, но неплохая способность. Жмем продолжить. Способности также можно зачаровывать за золото. Давайте нажмем, чтобы зачаровать. Три тысячи, три тысячи потребуется золотых. У меня столько нету, так что... А дальше, наверное, способности будет стоить еще дороже. Ну, ладно, давайте остановимся на драках с мискритами и отправимся посмотрим наш городок. Вообще, что радует в игре, это приятная графика. Она вроде такая незатейливая, но все выглядит довольно симпатично. Есть и предыстория небольшая. Конечно же, вы герой, который спасет со временем всех и вся. В центре города есть колодец. Здесь можно загадать желание. Загадываем. Не знаю, что я загадал, но дали одну платину. Будем считать, что это и загадал. В общем, каждый день можно подойти к колодцу и что-нибудь получить. Есть мастер дрессировки. Здесь, за счет ваших друзей, вы можете, тех друзей, которые у вас есть вконтакте и тоже играют в игру мискриты, назначать тренерами своих подопечных питомцев, своих мискритов. И за это они будут получать бонусы, как 10% прибавку какой-нибудь из характеристик. Будь то здоровье, сила атаки или что-то еще. Есть коллекционер, которому можно сдавать пойманных покемонов. Кстати, у меня кажется, как раз есть коллекция. Превосходно. Вот и награда, как и договаривались. Получаем награду 150 золотых. И, может быть, у него теперь новое задание для нас. Так, что тебе нужно? Да, да, я хочу узнать, кто тебе нужен. Выводок диких кустят. Приведи мне троих. Ну что ж, будем ловить. По награду ты получишь 150 золота. Но, в принципе, можно, наверное, и не заморачиваться на это дело. Просто убивать всех покемонов. 150 золота, по-моему, не такая уж и большая плата. Есть также магазин. Вот, собственно говоря, почему я сейчас решил, что... Так, магазин мискритов? Нет, мискритов мы поймаем сами. Давайте зайдем выше. Есть магазин артефактов. Так, бюро путешествий. Даже не знаю, что там. Даже ни разу не заходил. Наверное, можно перелететь в какой-нибудь соседний город. Но нам пока еще рано покидать начальную столицу. Итак, торгует с артефактами. Девочка, покажи мне свои артефакты. Да, я хочу прикупить один. Вот смотрите, есть тут всякие крутые артефакты для мискритов 30 уровня. Дают они 2 параметра плюс 17 и 2 плюс 11. То есть, в сумме 11 плюс 11, 22. 17 плюс 17, 34. И 34 плюс 22. Это что у нас там получается? 50, 56, да? Стоит она, эта приблуда, 150 монет. Ну, смотрите, 150. 50 параметров даже больше. 50 умножить на 3 уже будет 150. А еще 6 бонусом. В общем, наверное, выгоднее копить бумагу, потом прикупить вот такую вот штучку. И его, наверное, можно будет одеть на любого покемона, я так предполагаю. И это будет выгоднее, нежели чем качать какого-то покемона с самого начала, а потом окажется, что зря. Хотя, может быть, я и не прав, но покемона-то можно будет когда-то и сменить, а вот эта бумага, похоже, не так легко достается. А если легко, то, конечно же, надо качать навыки. В общем, я пока тут точного мнения не имею по этому вопросу. С другой стороны, довольно легко это тоже дается. Серебро. Если вы уверены, что вы каких-то покемонов будете качать до конца игры, то, наверное, можно его и тратить. Ну что ж, давайте сходим еще по шуршим по кустикам, подеремся с кем-нибудь еще. Ошибочка. Вот он, новый бой. Деремся на этот раз с огненным мискритом. Тут все, как и в покемонах. Против огня хорошо справляется что? Да, конечно же, вода. Поэтому давайте заменим мискрита на нашу креветку. Правда, у покемонов, кроме специфических атак, есть атаки простые. А перед ними все равны. Что ж, поливаем парня. Какие-то покемоны лучше переносят, простые атаки. В общем, надо всегда думать, кого и против кого использовать. Ну, зальем эту водичку. Праведным дождем. Отлично. Покемоны получили немного опыта, и один из них скакнул на новый уровень. У меня сейчас два огненных покемона. На самом деле, я бы одного заменил на кого-нибудь, но пока что не поймал никаких других. Только огненные, водяные и травяные. Остальные, наверное, будут мне доступны позже. Так, давайте качнем. Уик, мы тебя тренируем. Но бонус тебе давать не будем, характеристики, потому что уика я не собираюсь продолжать качать. Мне нужен всего лишь один огненный, и это будет флю. Ну что ж, кстати, давайте отправимся в город. Там, помимо всего прочего, есть еще и арена. Но перед тем, как отправиться на арену, зайдем к целителю. Вообще, в игре можно играть сколько угодно, сражаться с другими покемонами, кроме вот этой шкалы. Это что-то вроде энергии, скажем так. Лекарь может восстановить наших мискритов, но на это требуется вот эта вот шкала. Сейчас мы подлечили всех наших мискритов на 10 пунктов. Остается 40, и они какое-то время будут восстанавливаться. А мы пока что давайте сходим и посмотрим, что представляет из себя местная арена. Я сам еще ни разу на ней не был, так что будет интересно. Не только вам, но и мне. Так, заходим на арену. Здесь есть платиновая арена и золотая. Не знаю. Платина это круто, так что пойдем для начала на золотую. Да, я хочу принять участие в битве. Так. Ноль побед, ноль побед, ноль побед. Могу драться, наверное, с друзьями, да? Не знаю. Давайте вступить в битву. Идет поиск соперника. Или просто это рейтинг среди моих друзей. Скорее всего так. Поиск соперника. Вот, мы кого-то, похоже, нашли. Но я боюсь, что мой противник будет гораздо сильнее меня, потому что я довольно-таки слаб. О, отличное начало. Я против травяного покемона огненным. Огненный против травы очень силен, поэтому мы сейчас его неплохо сожгем. Минус 12. Он меня просто бьет. Можно было бы даже усилить себя. Отлично. Первый труп. Кого ты будешь использовать теперь? Огненного. Ну что ж. Давайте попробуем новую путаницу. Может нам повезет. Кажется, сработало. Да, он оглушен. Еще и все атаки ему минус 5. А мы пока что можем усилить себя. Так, и теперь давайте сделаем парню тычок. Минус 10. Что ты на это ответишь? Минус 8. Мы тебя сейчас затыкаем. Я, конечно, мог поменять покемона и использовать... А кто у нас хорош против огня? Вода, да. Мог бы его водой залить, но... Уничтожим его и так. Посмотрим, что у тебя еще есть. Водный покемон. Уничтожает нашего седьмого уровня Шелби. Что ж, поменяем сейчас мискрита. Господи, как он силен. А у меня, кстати, все мискриты... У меня только флю, наверное, такого большого уровня. Ну ладно, давайте выпустим кустенка. Кустенок, да. Иди в бой. Трава вроде хороша против воды, если я не ошибаюсь. Но вода против травы уж точно слаба своими специальными атаками. Так, бьем водяного. Критический урон, но всего лишь минус 9. Это как-то слабовато. А он себе защиту выращивает. Так, ладно. Пускай растит. Еще разик. Будем его помаленьку... Бить. У него всего 9 хп остается. Будем надеяться, что сейчас ударим прямо на 9. 8. Ну, и еще один удар нам остается. Будем надеяться, что это его последний покемон. Хотя, скольких мы? Троих убили. Наверное, сейчас еще один будет. Ну, точнее, вот этот, по-моему, третий. И теперь четвертый покемон. Водяной, да? Ну что ж. А у нас остался там один огненный в резерве. Так что это плохо. Уж огненного-то он нам убьет. Легко. А мы огнем против воды. Что ж. Плохой исход. Похоже, мы проиграли эту битву. А вот у него все покемоны 7 уровня. А наш Уик всего лишь 2. Да. Тут мы проигрываем. Ну что ж. Я знал, что мне еще рановато на арену. Получаем маленько награды. Он, видать, специально выбрал именно таких покемонов для боя. Это не просто так, наверное, соперник. А специально шел на арену. С покемонами для победы. Тем не менее, мы получили кому-то уровень. Несмотря на то, что наши покемоны умерли. А те покемоны, которые получают уровень, они автоматически исцеляются. И наш кустенок. Потренировать его, что ли? Все-таки я собираюсь использовать кустенка и дальше. Поэтому воспользуюсь плюс прибавкой какой-нибудь характеристики. Ну что ж, ребят. Тем не менее, 2-2 наших мискритов мы в этом бою потрепали. Так что отправимся к лекарю и маленько полечимся. Дядюшка лекарь, вылечи нас. Исцели моих мискритов. В игре еще много жества. Целая куча разнообразных заданий. Что тут, например, помощь. Посетить дом союзника и исцелить раненого мискрита. Приобрести артефакт в магазине закатной деревни. Но я не особо заморачиваюсь по поводу этих заданий. Все они сами по себе когда-нибудь выполнятся. Можно, конечно, приложить к этому усилия. Но главное это тренировки. Главное это качать мискритов и ловить новых. Так, сражаемся с кустенком. Сейчас ему будет очень плохо. Один ожог, я думаю, его убьет. Продолжаем. Поэтому, видите, обычно, если мы копаемся где-то в траве, то обычно вылазят травяные покемоны. Ну, так бывает чаще. А вот если, допустим, в камышах, которые в воде, то тут, как правило, водные. Поэтому, допустим, если я лазаю по траве, то на первом месте использую огненного мискрита. А если я иду сражаться на воду, то тут хороший травяной покемон. Да, да, сохраняем расположение. И идем шуршать по камышам. Ошибка. Еще ошибка. Возможно, я должен был найти тут что-то интересное, а вместо этого ошибки. В общем, меня это не радует. Если у кого-то из вас, друзья, тоже случалась такая ошибка, и он как-то с ней справился, то, пожалуйста, пишите свои комментарии. Буду рад любой помощи. Отлично. Крит. Наш кустенок сейчас, наверное, вырастет в уровне. Покемонов тут целую, точнее, вот видите, всегда срываясь. Это же мискриты, а не покемоны. Но, тем не менее, уже в уме отложилось. Можно открыть энциклопедию и посмотреть, какие именно виды есть, что нами поймано, а что еще нет. Допустим, давайте по стихиям. Вот водные. Те, с кем мы сражались, тоже у нас открыты, поэтому на арену надо, наверное, иногда ходить, чтобы хотя бы узнать тех мискритов, которых вы можете встретить именно там, но в мире еще не нашли. Есть огненные. Довольно большой список, обширный. Природные, ветряные, земляные, громовые и смешанные мискриты. Их немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь всего. Но, наверное, это очень неплохо иметь сразу мискрита, который несколькими стихиями может сражаться. Правда, не знаю, к чему он именно будет уязвим, а к чему нет. Надо же, золотой рулон туалетной бумаги. Какая удача. Еще один. Так, что-то не везет мне пока что найти мискрита в кустах. Ну, давайте под камень заглянем. Отлично. Кого-то нашли. Так, это водяной мискрит. Кривецы. У меня такая же есть. Что ж, бьем ее плетями. Она усилила защиту, но это не спасет ее от следующего нашего удара. По крайней мере, я на это рассчитываю. Минус двенадцать. Кривецы отправляется к праотцам, а мы получаем... Нет, еще не получаем. Еще один бой, и наш Флю вырастет по уровню. Давайте, нам нужно найти еще одного мискрита. Отлично. Новый бой. Кто на этот раз? Гидрокотик. Используем плети. Используем плети. Минус девятнадцать. Всего лишь два здоровья осталось у гидрокотика. Еще один удар, и он труп. Отлично. Сразу два наших мискрита получают новый уровень. Два огненных. Давайте сейчас их прокачаем. Флю. Флю. Плюс четыре к здоровью. Очень неплохо. И плюс один к характеристике. Еще здоровье. Очень здоровый у нас теперь будет наш Флю. И Уик. Потренируем нашего Уика. Уик выучил укус. Мощность семь. Меткость сто процентов. Что ж. Очень хорошо. Бревно перегородило нам путь. Кстати, давайте посмотрим какого-нибудь мискрита в бревне. Нет, здесь только золотой рулон бумаги. А вот под этим камнем кто-то прятался. Это еще одна кревецая. Ну что ж, с кревецаями мы расправляемся на ура. А за один удар... Убьешь за один. Можно, конечно, было бы слабость кинуть и убить следующим ударом. Ну какая разница, сделать ей два удара или один удар, но сильный. Еще раз плети. Отлично. Ну что ж, ребята, в этом и суть игры мискрита. Нужно постоянно ходить, искать новых мискритов, сражаться с ними, развивать своих. И также в игре будет множество локаций. Пока что мне доступен только этот начальный лесок. Вот кажется, с этим чародеем можно сразиться и пройти дальше. Ты хотя бы знаешь, что такое арена? Да. Я вернусь позже к бою. Давайте к бою. Но вот боя почему-то не происходит. Не знаю, возможно это потому что я еще не готов. А возможно это еще одна какая-то ошибка, только она не выплыла сверху. О, вот он Уик. Уик огненный, а я травяной. Он меня неплохо поджарит, поэтому я поменяю мискрита. Будем бить его креветкой. Уик кусается. Он понимает, что огнем он меня не победит, поэтому использует простую атаку. Но мы его зальем дождиком за это. Минус 14. И еще один дождик должен его добить. Что ж, отлично. Еще одна победа. И на этом, друзья, я наверное закончил свой выпуск. Думаю, первые впечатления об игре вы уже составили и примерно поняли, что она из себя представляет. В игре множество всеразличных сюжетных линий. И, например, даже в этом лесу здесь где-то у нас стоял парень. Кстати, куда он ушел? Здесь же был путешественник. Он мне рассказывал, каких мискритов здесь можно поймать. Но что-то сейчас я его не вижу. Что ж, не могу сказать, что это меня не радует. Это даже как-то интересно, что НПС был и пропал. А, нет, вот он, он переместился. Раньше он был где-то ниже, по-моему. Давайте поговорим со следователем леса. Говорят, на древнем дереве заметили пламенитые. Осторожнее с ним. Эти мискриты непредсказуемы. Еще кого-нибудь видел? Кого ты ищешь? Тюльпани, темную кустарницу, одлза. Ну, допустим, я ищу одлза. Сегодня не видел, но чувствую, что они скоро вернутся. Заходи завтра. Ясно. Видать, некоторые покемоны могут быть сегодня, но не быть завтра. Вот он мне сказал, что на дереве. Кого-то заметили. Давайте обыщем дерево. Может быть, встретим нового мискрита. Ошибка. Возможно, это ошибка именно потому, что он там был. Ну, ладно, ребят, на этом я закончу наш видео-выпуск. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был 111. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok